Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за тренера FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него, если в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад от всех там увидеть. Ну и также в прошлом ролике я вам давал задание набрать определенное количество лайков, чтобы у нас была неделя карьеры за тренера. Пока что вы эту планку не переосилили, но пока что я записываю этот ролик, у вас есть еще время, поэтому переходите, ставьте лайки под прошлым роликом, можете и под этот еще поставить, чтобы я видел ваш интерес, и тогда неделя карьеры за тренера у нас будет. Ну что же, сегодня у нас, как вы видите, сразу игра против Manchester United, бывшая команда Руни, в которой он провел свои лучшие годы именно как игрок. Ну и давайте пробежимся еще и по другим матчам. Во-первых, у нас сегодня завершается летнее трансферное окно, дальше у нас выездная игра против Arsenal, то есть очень трудные у нас матчи, ну и также домашняя игра против Soundgempton. Ну вот, не знаю, сколько, ну хотелось бы, наверное, сказать, что 5 очков минимум я планирую с этих игр, потому что, ну вот, Сэмью с Арсеналом там сыграть в ничью и Soundgempton обыграть, но посмотрим, что будет за вот эти 3 игры. Действительно, я хочу получить 5 очков, буду на это надеяться. Изменил также небольшие ползунки в составе, давайте посмотрим, именно сбалансированный, ну и дальше уже там и защитный, и супер защитный тоже изменил. Вот, немножечко решил убавить, там было 50 на 50, я решил 45 на 35 сделать и по минус 5, в зависимости от каждой схемы, там дальше защитная и супер защитная также вот отходится. Потому что, мне кажется, у нас еще не такой состав, чтобы можно было какую-то вот свою линию гнуть, поэтому будем вот так вот начинать сбалансированно. Ну что же, мы сейчас идем на 9 месте, у нас одна победа, одно поражение в премьер-лиге за 2 тура. Эмью ни разу еще не проиграл, у них победа и ничья, вот идут на 6 месте, но все же. Мы играем дома, к нам приезжает именитая команда, ну это первое наше такое вот серьезное противостояние. Вы видите состав Эмью, Роналду, Фернандо, Казимира, ну правда вот Магуайр есть, Карвахали они подписали, еще из мадридского реала, вот. Ну вот будем надеяться на Магуайра. И также в состав я, наверное, бы все-таки добавил не Таунсэнда в старт, а Ивоби. Он все-таки забил дубль в кубке, но все же забил, поэтому посмотрим на него, что из этого выйдет. Эвертон против Эмью, поехали. Ну что же, попробуем именно против Манчестер Юнайтеда, вот эти вот ползунки 45 на 35, возможно. Если эта тактика у нас не сыграет, не сработает, ну вернемся 50 на 50, потому что именно с этой тактикой у нас получалось в трех играх подряд забивать первыми. Так, и сразу же желтая карточка, это первая желтая карточка у нас, получает ее Докуре уже на пятый минутик. И вот Марсиале как раз мы купили у Эмью, и вот опасный сразу же момент есть. Можно, можно забивать, забивает Эвертон и забивает Грей, который меня попросил. Говорит, у меня форма тренера, выпускайте меня почаще, поэтому все, теперь точно я иду на защитный. Не буду сверхзащитный, давайте на защитный. Сейчас главное не пропустить Крещану Роналду, неточный удар, даже в створ он не попал. И все, мы уходим на перерыв, после первого тайма счет у нас 1-0. Ну вот видите, момент написан, у Эмью кола нет. У нас один удар, один момент, отскочили на самом деле. Но не знаю, кстати, по поводу руководства командой, думаю, стоит ли выпускать мне сейчас Марсиале или нет. Вот это вот большой для меня вопрос. Давайте где-нибудь там на минуте 60, может быть, я и выпущу. Поэтому пока что продолжаем именно так. В течение часа можно и заменить его. Крещану Роналду, здесь опасный момент, что там? А там пенальти? Или что? Да, действительно, пенальти. Крещану Роналду будет забивать. Я не буду вступать в игру, ну, отобьет, отобьет, не отобьет, не отобьет. Вот, Крещану Роналду забивает. Вот, в правый угол нам там показали. Поэтому давайте сейчас выпущу Марсиале. Почему бы и нет, Калер Слюин сильно себя ничего не показал. Посмотрим на Антони Марсиале. Так, здесь отоборонялись. Пикфорд, не заигрывайся, просто не заигрывайся, вынос. Ничья 1-1, заработали 1 очко в матче против Эмью. Тем более, не пропустили от Манчестера за всю игру именно с игры. Только вот с пенальти. Крещану Роналду забил, у нас забил Грей. Вот. Получилось так, что мы еще и все 5 замен сделали. Но ничего не получилось. Владение, по крайней мере, во втором тайме мы выправили в свою пользу. Но все равно это особой пользы нам не дало. Но вот главное ничья. Я сказал, против Эмью и против Арсенала ничейки для меня на данный период карьеры. Это было бы замечательно. Приходит сообщение от помощника тренера. Джастин, график развития. Походу уже прибавил, да, к рейтингу плюс 1. Замечательно. Не зря мы его все-таки подписали. А он у нас позицию вроде как. Да, поменял. Поэтому все, теперь можно ему посмотреть. Может где-то быстрее будет, но нет. Но вот на крайнем защитнике пусть и продолжает расти. Вот, к рейтингу прибавил. Замечательно. Хоть мы и Спенса сюда подписали 75-го. Но получилось так, что и Джастин получше. Хотя, может быть, мы его и в следующем сезоне поменяем на левого защитника, чтобы никого нам не приобретать. Винагры уйдет. В спортинг. Мы поменяем. Почему бы и нет. Так, а нам приходит предложение по Докуре. Но я снова придется отклонять. Я бы его и продал в Милан. Команда хорошая. Они стали вот чемпионами, в лиге чемпионов будут играть. Поэтому, но нет. У меня денег сейчас на адекватную замену Абдулла и Докуре. Итак, по вратарю нашему возрастному. Энди Лонер Гану. Пришло предложение из Турции. Каней Спор хотят его подписать. Давайте попробуем поторговаться. Потому что нам говорят, что 270 тысяч можно за него получить. Вот, давайте попробуем 285. Где-нибудь так договориться. Может быть, получится. Потому что оказывается, что нам прям и за каждую тысячу. Недовыпрошенную, можно так сказать. Предъявляет руководство. Ну вот, за 285 тысяч сейчас может наш вратарь уйти в Турцию. Так, ну и похоже, он согласился. Ну и вот будет завершать свою карьеру уже в Каней Споре. В Турции. Ну, тоже надо понимать, что не будет у него никакой конкуренции за состав в его-то возрасте с таким-то рейтингом в команде, которой вот мы нацелены на самом деле стать номером один. Именно хотя бы в Ливерпуле. Там не будем конкурировать на данный момент с Манчестер Сити, к примеру, за звание лучшей команды Англии. Ну вот, с Ливерпулем я бы хотел действительно побороться. Дали нам оценку D. Сказали, что еще на 15 тысяч больше мы могли попросить. Но получилось, как получилось. Снова предложение у нас по Докуре. И снова из Италии. Здесь уже Аталанты. Те же 14,5 миллионов предлагают. Но мы снова отклоняем. Хотя, знаете, мне бы, может быть, и хватило на какого-нибудь другого бы игрока. Но вы мне сами предложили. Либо мы покупаем Пабло Гави, либо Варт Прауза. Но на этих игроков нам точно этих денег бы не хватило. Ну что же, давайте пробежимся по нашим трансферам. Закончилось трансферное окно. Первый трансфер был это Спенса. И с Тоттенхэма перешел за 12 миллионов к нам. Второй трансфер Антони Марсиаль перешел из МЮ за 25 миллионов. Паттерсона мы отдали вроде как в хороший клуб. Лиль, который будет навязывать там борьбу и ПСЖ. Монако, Леону, к примеру. И также вроде как участвует в Еврокубках. Маупея мы отдали в аренду. В Спортинг хорошая команда тоже там играет в Еврокубках. Рандона мы продали Фулхэм. У нас он не проходил бы никак в состав. И рейтинг низкий. И возраст. Но зато продали. И, кстати, с ним контракт подписали всего лишь на один сезон. Фулхэм. Но хотя бы остается в английской премьер-лиге. Джастина мы подписали из Лестера за 8 миллионов. Холлгейта сдали на один сезон в Эльче. Команда, которая играет в чемпионате Испании. Ну вот. Наберется опыта в такой, ну, казалось бы, слабой команде. Он может стать там лидером. Колмана мы продали. Это уход ветерана. Также на один сезон, я смотрю, с ним подписал Вулхэмптон. Также вот команда английской премьер-лиги. Ну и Лонер Гана мы продали в Турцию. Ну, здесь уже чисто, мне кажется, все понятно. Также на один сезон с ним подписали контракт. Так, а нам еще, я так понимаю, в последний там час трансферного окна пришло предложение по Тому Дэвису. Его хотят Фулхэм забрать, но тут тоже, я не знаю. Мы на одном уровне практически с Фулхэмом, то есть команда английской премьер-лиги, не играем в Еврокубках. Все, не вижу смысла его куда-то отдавать. Так, ну у нас в Молодежной Академии есть Этан Коллинз, справа и защитник, который может и справа сыграть, и слева, если там поменять позицию. И потенциал хороший, 87. И рейтинг достиг 60. А, как вы знаете, я подписываю из Молодежной Академии тех только игроков, у кого общий рейтинг 60 и более. Вот. У него потенциал пока что подходит под наши требования. Я беру игроков в Академию и оставляю с потенциалом 85 и выше. Вот. Поэтому, мне кажется, его можно подписать. Ну и сейчас выставим его в аренду, может быть найдется какой-нибудь клуб. К примеру, если посмотреть и сравнить, у нас есть 21-летний Кайл Джон, вот, 21 год, рейтинг 64. А этому парню 17 лет и уже рейтинг 60. Тот же Паттерсон, на 3 года старше, но рейтинг 67. Мне кажется, если его в аренду сдать от Коллинса в хорошую, то действительно может перерасти даже того же Паттерсона. Итак, сообщение от Коллинса. Я об этом просто мечтал. Спасибо, что дали мне шанс сыграть в первой команде тренера. Мне не терпится показать всем, что я могу привнести в игру. Так, нам приходят очередные предложения. Во-первых, кстати, по Кайлу Джону пришло. Но вот его бы я уже бы точно продал. Потому что у нас есть и Паттерсон, у нас и Спенса есть, и сейчас молодого еще и воспитанника подписали. Поэтому мне кажется, вот Кайл Джон точно не в моих планах. Ну вот, Волверхэмптон хотят подписать Докуре. Здесь я точно отклоню. Но вот Кайла Джона я могу продать. Так, в пределах миллиона 100 тысяч. Давайте миллион 150 попробуем предложить. Давайте даже миллион 200 попробуем. Почему бы и нет? Может быть, получится. Так, они говорят миллион 50. Ну вот, может быть, сейчас за 150 они согласятся. Напряжение пока что сильного нету. Хотя вот теперь уже есть. Ладно. Соглашаемся. Миллион 50 тысяч мы можем получить за этого игрока. Но это в любом случае выше его рыночной стоимости. Сообщение от помощника тренера. Хороший график развития у Демарая Грея. Плюс один к рейтингу он добавил. Замечательно. Посмотрим, можно ли ему здесь что-нибудь поменять. Да, можно. Замечательно. Чтобы он быстрее у нас развивался. Итак, я выставил двух игроков в аренду. Двайта Макнейла и Гордона Энтони. Почему сразу двух? По кому первому придет предложение, того я попробую сдать в аренду. Второй будет у нас, значит, играть. Потому что у нас сейчас Грей в хорошей форме. И смысла его продавать нету. А вот из этих двух игроков кого-нибудь сдать в аренду можно было бы. Так, и сделка сорвана. Кайла Джона и Спотинга КС. Ну, к сожалению, значит, уже сам игрок не захотел туда уходить. Но мы, в принципе, не мешали этому переходу. Ну что же, сейчас у нас игра против Арсенала. Мы играем на выезде, а у них плачевная ситуация. Три игры они уже сыграли и ни разу еще не победили. У них два очка после трех туров идут на последнем двадцатом месте. В реальности так они там какие-то рекорды уже вроде ставят. Там, к примеру, за 10 матчей они выиграли 9. Раньше кому это удавалось становились чемпионами. Ну вот посмотрим. Посмотрим, что будет у нас. У нас четыре очка. Мы на одиннадцатом месте. Такой прям середнячок. Идем рядом с Тоттенхэмом из Челси. Но вот, если у них такая сейчас плохая ситуация, я бы постарался отобрать очки у Арсенала. Играем еще и на выезде. По составу. Ну, Кальверт Льюин не забил. В прошлом матче ворота Манчестера. Может быть, я сейчас попробую выпустить Марсиаля. Также Таунсент останется в старте. Как-то вот себя Ивоби не показал. Грей тоже останется, естественно. Он забил, потому что ворота МЮ. Ну, а по остальным, мне кажется, замены делать не буду. Поэтому составы на ваших ранах поменял только вот Марсиаля. Все. Арсенал против Эвертона. Эмирейт Стадиум. Поехали. Ну, что же, интересно посмотреть на Арсенал. У них Савич, я смотрю, играет подписанный из Атлетика Мадрид, я так понимаю. Ну, посмотрим. Я, естественно, играю сразу же на сбалансированном. Почему бы и нет. Вот интересно сейчас посмотреть, получится ли у Марсиаля что-то из себя показать. Так что сейчас развивается атака именно Арсенала. И вот Джезус пробил. Пифорт молодец. Справился. Первый опасный момент на 21-й минуте. И так, разыгрывают они этот угловой. И Пифорт снова справляется. И вот за свои моменты Арсенал борется. И снова розыгрыш углового. Пас. Розыгрыш. Здесь все-таки наша оборона, слава богу, справляется. Выходят. Из-под прессинга идут в свою атаку. Опасный момент. Пифорт снова выручает. Бил Сака. Уходим мы на перерыв. Моменты-то были у Арсенала. Мы как-то провалили. Первый тайм. Вроде мы как справились. И можно самим переходить в атаку. Но не выходит. Но не выходит удар. И забивает Сака. Но мне ничего не остается сейчас делать. Как только переходить в атакующий. Дальше будем смотреть. Там 75-й минут. Возможно будем идти еще и в суператаку. Итак, идет атака Арсенала. Статистика наша пошла ко дну. Мы не забили в пятой игре подряд. Но вот Арсенал продолжает свою атаку. Подача с углового. И здесь Пифорт справляется. Будет очередной угловой. Главное отоброняться сейчас. И спокойно. Пифорт справляется. Будет очередной угловой. От Арсенала. Пошла подача. Спокойно. Спокойно. Здесь справляется у нас Кин. Выносит из пустых ворот. И можно в контратаку. Постараться выйти. Всеми силами. Отличный пас. Сейчас на Таунсенда. Удар. И забивает Таунсенд. Сравнивает счет. Шикарно. Сейчас все у нас было сделано. Ну супер. Две минуты добавил арбитр. И наши игроки обороняются. Жезус с мячом. Будет ли подача. Нет, он сам движется. Пас дальше. И надо отобороняться. Пифорт шикарен. Просто сейчас спокойно выдохнуть. Нам нужна эта выездная ничья. Но нет. Забивает Жезус на последней 92-й минуте. И к сожалению упускаем мы ничейный результат. Но поздравляем Арсенал с первой победой в сезоне. Ну по статистике друзья. У нас один удар. Ноль даже моментов было. Не знаю как там что это было. Но вот 12 ударов Арсенала. Надо было наверное с такой-то командой играть сразу в атаку. Хотя мы играли сбалансировано. Но Арсенал был сверх мотивирован. Им нужна была эта первая победа в сезоне. И так три сообщения. Во-первых это вакансии по работе со сборными. Бельгия и Чехия нацелились на нас. Пришло предложение по Макнейлу. И кстати в Милан. Но они выходят с правом выкупа. Поэтому мы нажмем поручить. И краткосрочную на вот полгода. Отправим Макнейла в Италию. Но вот если он согласится. То мы Гордона уберем из списка аренды. И будет он у нас играть во втором составе. Так ну и пришло кстати предложение еще и по Гордону. Из Баруси и Дортмунд. Но здесь я уже скорее всего буду отклонять. Потому что ну Макнейл в принципе. Ну если получится так что Макнейл не договорится. Я не знаю. Давайте пока что оставим. Не, давайте лучше вот так вот. Поручить во первых. Краткосрочную. Вот так вот отправим. И мне кажется за это время пока все там налаживается. Мы должны будем успеть провернуть сделку по Макнейлу. Ну что же. И у нас сейчас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем мы против Саундгемптона. Они идут на 19 строчке. А у нас за 4 тура всего лишь 4 набранных очка. 2 поражения. Разница мячей 0. Нас даже Арсенал с 20 места обошел. Но вот играем против Саундгемптона. Не знаю что здесь можно по их поводу сказать. У них либо 3 ничьи. Давайте посмотрим. Либо 1 победа за 4 тура. Да у них 1 победа. 3 поражения. Идут в зоне вылета сейчас. Буду упускать самый боевой состав. Потому что играем дома. И такую команду мы точно обязаны обыграть. Как раз World Prowse. У них в составе. Которого мы нацелены когда-либо подписать. И будет в старте играть Кальверт Льюин. Потому что именно с ним в старте, когда он играл, мы обыграли. Забили. Точнее забили Манчестер Юнайтеду. И сыграли с ними в ничью. А вот с Марсиалем в старте мы проиграли лондонскому Арсеналу. Поэтому составы в наших кранах. Менять вообще ничего не буду. Поехали. Ну что же. Саундгемптон разыгрывает мяч. Мы начинаем. Так. С мячом. Саундгемптон. Пас во фланг. Очень опасно. И Пикфорд выручает. Ну вот не знаю, что у нас по моментам после первого тайма. Владение. Немножечко отдали Саундгемптону. У них и ударов побольше. Ну будем значит переходить в атаку. По флангу движется атака Саундгемптона. Пас. И Пикфорд снова выручает. Ну вот просто шикарно. Сегодня этот парень играет. Уже в штрафной. Очередная передача. До игроков Саундгемптона и забивает. Здесь еще и Желсон Мартинш забил. Не знаю, перешел скорее всего. Но нам ничего не остается делать, только идти в сверхатакующий футбол. С мячом до сих пор Эвертон. И отлично может здесь продолжать атаку. Пас и забивает Таунсен. Но я не буду менять уже ничего. Будем также продолжать играть в атакующий супер. Сверх у нас атакующий футбол. Даже после забитого мяча. Надо постараться. Тем более играем дома против Саундгемптона. Опасный момент. И пропускаем. Забивает Родригес. Возможно, поплатились мы за это. За то, что не перешли в сбалансированный футбол. Но теперь точно за 10 минут нам надо пытаться забивать еще один мяч. Провалы в обороне из-за того, что в сверхатаку мы пошли. Но и угловой у Саундгемптона в концовке встречи. И скорее всего это наше второе поражение подряд. Пихварц выручает. Да, это поражение. 4 момента у Саундгемптона. 7 ударов. У нас всего лишь один момент. 2 удара. Владение отдали команде гостей. Ну вот, провалили. 2 встречи. И сейчас я не знаю, что у нас будет. Мне кажется, уже увольнять скоро нас начнут. Но вот надо что-то думать. Как-то менять игру. Потому что это меня полностью не устраивает. Так, и Милан договорился с нами о подписании Макрил Нейла в аренду. Поэтому сейчас давайте мы начнем переговоры. Там пока что висит еще переговоры с Гордоном. Так, краткосрочно это мы принимаем. Замечательно. По зарплате. Они хотят 60 на 40 в нашу пользу. Но нет. 60 на 40 в вашу. Все. Отлично. Мы договорились с Миланом. Теперь ждем только их соглашения. Пока что по Гордону соглашения на полгода в Баруси еще и не было. На этом, друзья, все. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Интересно, на каком месте мы закончили эти вот 3 матча. Получается, у нас единственная результативная игра была. Это вот с МЮ мы сыграли в ничью. А я говорил, 5 очков мы должны получить за эти 3 игры. А в итоге мы на 17 месте. Мы буквально здесь на грани вылета. Это очень и очень печально. Поэтому, друзья, обязательно пишите в комментариях, что нужно изменить. Может быть, где-то в тактике Эвертона. Может быть, того же Марсиаля ставить чаще в старт. Я уже не знаю, что делать. Мы увидели, что Кальвер Клювин в этом выпуске провалился. Ни одного мяча не забил. Ну и тот же Марсиаль не смог открыть счет своим голам. Поэтому, как-то так, друзья, спасибо всем большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok